Я всех приветствую, мои дорогие друзья. Темой сегодняшнего видео у нас будет жалость. Также хочется внести некую ясность, опять же, с точки зрения того, как я ее понимаю. Никому, как всегда, свою точку зрения ни в коем случае не навязываю. Но за время работы с людьми я понял такую одну простую штуку, что люди ассоциируют чувство жалости с неким благородным чувством, которое под плюсами. То есть, опять же, да, мы в дуальном мире с вами живем. У жалости есть плюсы, есть минусы. Под плюсами подразумевает то, что человек хочет сделать так, чтобы все люди были счастливы, чтобы царил мир во всем мире, чтобы было хорошо. Но я не раз замечал, что те люди, которые жалеют других, во-первых, не проживают свою жизнь, во-вторых, часто имеют лишний вес. То есть, я говорю сейчас о тех людях, которые избыточно жалостливы по отношению ко всем другим и пытаются всем помочь. И третье, вы забираете карму тех людей, которым вам жалко о себе. То есть, как это происходит? У каждой души, которая сюда приходит на нашу планету, у нее свои уроки. И нужно давать другому человеку эти уроки прожить. Так, например, я видел очень много случаев, когда мать выручала своего сына от долгов, а он потом залазил в еще большие долги. И таких ситуаций можно привести тысячи и тысячи. Но как же мать может не помогать своему сыну? Каждый раз, помогая ему, она его только разрушает и делает хуже и хуже и хуже для того, чтобы он становился мужчиной и мог сам справляться с этими долгами. То есть, ситуация все время там в семье ухудшалась. Сначала были долги там порядка восьмиста тысяч, потом докатилось уже до двух миллионов, и потом они попали в очень сложную ситуацию. Потому что мать все время испытывала жалость к сыну. Вместо того, чтобы оставить его и дать ему просто самостоятельно со всем этим разбираться. Но точно так же и вам. Возможно, жалко обездоленных людей, может быть, людей, которые в сложную какую-то ситуацию попали и так далее, и так далее. То есть, я ни в коем случае не говорю о том, что помогать не нужно. Я говорю о том, что не берите уроки других людей в свою жизнь. Если человек должен что-то прожить, он это обязательно проживет. Но если вы туда начинаете влезать и пытаться помочь, особенно если вас не просили, то вы забирайте их уроки себе. У них эти уроки будут усилены в несколько раз, а вы в своей жизни будете вынуждены еще часть их уроков самостоятельно проживать. Поэтому все-таки мой некий вывод, что можно жалеть людей, но давать больше людям нужно удочку, а не рыбу, соответственно. То есть, давать навыки для того, чтобы человек мог справиться со своими проблемами. Потому что, если вы, допустим, будете человеку слабому постоянно помогать, жалеть его, кто такой слабый человек? Это тот, кому вы даете какие-то советы, рекомендации, а он ими не то, что не пользуется, а потом еще и за вашей спиной про вас гадости говорить. Вот лично я с таким не раз сталкивался, когда у меня была такая навязчивая идея всем помочь и всех спасти. Это абсолютно утопичная, никому не нужная, глупая идея, потому что, во-первых, всех мы не спасем, а во-вторых, нужно заниматься своей жизнью и вкладывать ресурсы все свои в состояние внутреннего счастья. Для этого нужны знания обязательно, нужно учиться, нужно развиваться. Плюс знания очень интересную цепочку проходят. Мы сначала их получаем, потом их адаптируем, потом выводим на уровень рефлексов. Если вы получаете много знаний и не адаптируете их под себя, они начинают вас разрушать. Немножко от темы отклонился, но я надеюсь, сама суть вот этой вот жалости по отношению к другим людям, она ясна. Поэтому без переборов, без абсолютизма различных идей, желаю вам счастья и развития. До новых встреч!